За все дуги За все За те, що спас мене За те, що життя дам Духа з волі правдам Веде духом Христим І в серці поселим Щоб він моюся в час В житті руководив За все тобі Я дякую За твій Боговський крев За тебе Тому розпятому За те, що чуєш нас Я дякую За все За те, що спас мене За те, що життя дам Духа з волі правдам Веде духом Христим І в серці поселим І в серці поселим Щоб він мою серчать В житті руководив За все Тобі я дякую Тобі я дякую Надія Ти моя Тобі я хочу славити Тобі честі Хвала Тобі я дякую Тобі я дякую Тобі я дякую Тобі я дякую Звучить Тобі я дякую Пусть голова крестится в тебя. Сняй, сняй, крестчик, сняй. Сняй, благоприятный крест, Натерном и веном. И поздай, как в любви Он рисун. Он избавил тебя от разы и суда, И скупил Он тебя навсегда. Ты на смерти держал, вот твое для бытия. Сняй, сняй, крестчик, сняй. Сняй, дороги, креста, натерновый веном. И поздай, как в любви Он рисун. Креста светлая тьма, как в твоею душой, И страдания жажды дворой. Он взглянила, креста, он лучами горит, И источник в нем правды сомни. Сняй, сняй, крестчик, сняй. Сняй, сняй, креста, натерновый веном. И поздай, как в нем мир Он высот. Над тобой без тобой нет от тяжести рма, И действительно жить, как тюрьма. Сняй, сняй, крестчик, сняй. Сняй, сняй, крестчик, сняй. Сняй, дороги, креста, натерновый веном. И поздай, как в любви Он высот. Вот зачем всем твоим сокровенный качал, Равнодушнее бывает, нет и страх. Сняй, крестчик, сняй. 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 Ну и день, знаете, воспоминания о том, как этот праздник достался, как этот праздник случился. Ведь дорогая цена была заплачена для нашей души, чтобы мы сегодня праздновали, чтобы мы сегодня радовались тому, что спасенные, что у нас есть надежда на будущее, что мы имеем во Христе Иисусе жизнь вечную. Слава нашему Господу! Дорого заплатил наш Господь, и мы каждый раз, каждый месяц, мы вспоминаем этот день. Мы приходим сюда для того, чтобы склониться пред Его величием. Мы приходим сюда, чтобы воздать Ему хвалу и славу за то, что Он даровал нам по любви и милости Своей. Мы только пели этот псалом, что велика любовь нашего Господа. И по этой любви Он пришел на землю и отдал Себя на поругание, на избиение, на оплевание. Знаете, я знаю, каждый из нас-то и сидящий в этом зале. Если бы пришлось быть в таком положении, что мы делаем очень хорошие людям, что мы стараемся помочь во всем. И вдруг эти люди собрались и начали на нас плевать. Знаете, оно как-то не укладывалось бы в нашей голове, не укладывалось бы в нашей внутренности то, что происходило бы с нами. Но это великий Бог пришел на землю и отдал Себя для того, чтобы так было с Ним. Ради чего? Ради чего Он пришел на землю и ради чего отдал Он Себя на это поругание, на распятие, чтобы умереть там, на Голгофе, на кресте, мучаясь не один час, не одну минуту, а в протяжении целого дня. Ради нас, братья и сестры. Ради нас, чтобы нас спасти от грехов наших. Слава нашему Богу, Отцу Небесному, Который возлюбил нас любовью вечную и отдал Сына Своего в эту жертву для того, чтобы мы жили и радовались вместе с нашим Господом и Иисусом Христом, там в вечности. И сегодня мы будем вспоминать то, что было две тысячи лет тому назад. Кажется, это было очень давно, и оно должно было бы сгладиться и где-то потеряться и не восстановиться, но этого не произошло. И мы слышали, как брат читал о том, что доколе не придет, мы будем, это люди, живущие на земле, славящие Господа, ходящие при лице нашего Бога, они будут возвещать. Возвещать будет еще тысячи лет, и еще будет возвещение о том, что было тогда, в этот день, который мы вспоминаем, что наш Господь был в притории, наш Господь был на Голгофе, наш Господь ходил по земле. Слава нашему Богу! Он ходил, Он говорил, Он увещевал. Но многим это не нравилось в тот час, как и сегодня. Я буду читать Слово Господне, и буду размышлять о том, что происходило. Оно написано в этой книге, это книга жизни. И никто не смог его, это Слово, убрать, никто не смог его прекратить, уничтожить до сегодняшнего дня, и не сможет. Потому что это Слово Божие, которое учит людей, как жить на земле, для того, чтобы в тот час, когда придет время, прийти в вечность и быть там вместе с нашим Спасителем Господом нашим. 53 глава Исаии говорит такие слова. 7 стих и ниже. Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал ус своих, как овца веден был он на заклание, и как агнец предстригущим его безгласен, так он не открывал ус своих. От ус и суда он был взят, но крот его кто изъяснит, ибо он отторгнут от земли живых. За преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен был у богатого, потому что не сделал греха, и греха не было. И не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостовления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольствием, через познание его он праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себя понесет. И грехи их на себя понесет. Так было определено нашим Отцом Небесным. Для того, чтобы наши грехи наш Господь понес на себя. И эти грехи привели его на Голгофу. И эти грехи привели его туда, в приторию, и судили его. Судили его те, которые должны были прославлять его. Судили те, которые должны были говорить о нем, что он великий Бог. Но это им не понравилось. Не понравилось, и когда мы читаем дальше от Матфея такие слова. 27 глава, 17 стих ниже. И так, когда собрались, они, сказал им Пилат, «Кого хотите, чтобы я отпустил вам в Араву или Иисуса, называемого Христом? Ибо знал, что предали его из зависти. Между тем, как он сидел на асцидейском месте, жена его послала ему сказать, «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить в Араву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил, «Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?» Они сказали, «В Араву». Пилат говорит им, «Что же я сделаю Иисусу, называемый Христом?» Говорят ему все, «Да будет распят». Пилат сказал, «Какое же зло сделал он!» Но они еще сильнее кричали, «Да будет распят». Пилат видел, что ничего не помогает, но смятение увеличивается. Взял воды и умил руки перед народом и сказал, «Не виновен я в крови праведника, всего смотрите вы». Как можно, знаете, людям, людей возбудить вот к такому, ну, как бы, бессердечью? Как можно возбудить толпу для того, чтобы она кричала его, чтобы распять? Говорит, он называет, сам Пилат, язычник, который он не знал Бога, называет, что я могу сделать Иисусу Христу, называемый Христом. Он называл его тем именем, он называл его тем, кто он был, и он старался его отпустить, но первосвященники и старейшины возбудили народ для того, чтобы погубить Иисуса Христа. А они, он знал, почему они так возбутились против него, потому что он не смотрел на личности, он говорил правду, и эта правда ходила по земле. И им это не нравилось. Но не в этом дело, существенное, в этот час пришло спасение миру сему. В этот час пришел тот момент, когда должно было это произойти, когда должно было быть то, что написано в Писании. Ибо за 700 лет было написано Исаии то, что был обезображен падче всякого человека. И было написано то, что я прочитал, что он страдал добровольно. Он пришел для того, чтобы взять наши грехи, наши преступления на себя и принести туда на Голгоф и там его пригвоздить. Братья и сестры, и мы сегодня, омытой кровью святой нашего Господа, мы сидим в этом зале для того, чтобы славить и величать имя Господнее. Ибо Он даровал нам велика цена заплоченная за наши души. За нашу жизнь вечную. И поэтому мы будем благословять нашего Господа, будем славить и величать Его, потому что Он достоин великой славы. Он достоин хвалы. И когда, видя Пилат, что ничего не может сделать этому народу, что толпа возмущается и кричит, «Раз мне его он тогда отдал солдатам Иисуса Христа». И они, сплетшие венец и стерна, взяли ему палку для того, чтобы он стоял к этой тростью и поклонялись им, насмехались на нем, плевали на него, били его. Поэтому в терновом венце, в этой голове, которая носит золотой венец, слава нашему Богу, мы, знающие сегодня Господа, мы, знающие то, что произошло, наша сегодня задача большая – славить нашего Господа, ходить пред лицем Его святым так, как Господь желает видеть. Потому что настанет время, и каждый из нас придет пред лица Господня там в вечности отчитаться за наши дела. Поэтому пусть Господь благословит нас сегодня. Мы слышали, что мы должны испытывать себя, мы должны обойти себя так, чтобы быть готовыми сегодня прикоснуться к телу и крови нашего Господа. Женщина, которая услышала о том, что Он исцеляет, услышала о том, что Он может сделать, она 12 лет не могла найти докторов для себя, для того, чтобы вылечить болезнь, пришла, и сзади прикоснулась тихонько к одежде Его. И она получила. Получила то ожидаемое, получила то, что она искала. За одну, просто за одно мгновение. Потому что она, когда прикоснулась, она сразу получила исцеление, она это почувствовала. И когда Иисус вернулся, спросил, кто прикоснулся ко Мне, все говорили, ученики, что ты говоришь, сколько много народа. Каждый толкает, каждый теснится, каждый старается быть поближе. Но Он знал, кто прикоснулся к Нему. И пусть Господь благословит, чтобы сегодня наше прикосновение не к одежде, а к телу и крови нашего Господа оно было к нам жизни, не в осуждении. Чтобы мы сегодня были готовы представить при лице Господне и исполнить заповедь нашего Господа, который оставил на земле, когда Он уходил на небо. И я еще читаю Колоссянам такие слова с 1 главы, 14 стих, в котором 13 стих, мне спасибо, прошу, прошу, нет. «Избавивши нас от власть тьмы и ведшего царства, возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление крови Его и прощение грехов, который есть образ Бога, невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле. Видимые и невидимые престолы ли, государство ли, начальство ли, власти ли, все им и для Него создано. И Он есть прежде всего, и им все стоит. И Он есть глава тела церкви, Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота. И чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его земное и небесное. Слава нашему Господу! И мы, братья и сестры, мы находимся в этом количестве народа, которые спасенные и которые ожидают Царства Небесного. Мы, Церковь нашего Господа, мы ожидаем, когда придет тот час, что Он придет забрать своих. А это будет. А это будет и очень скоро, потому что время, мы смотрим на все, а на последнее время, и пусть Господь благословит наши сердца, пусть Господь благословит наши уста, чтобы мы никогда не замолкали, говорит слава нашему Господу, потому что мы не можем ничего больше. Мы не можем Ему принести какие-то подарки, мы не можем принести там что-то купить, что-то сделать и принести Ему, отдать. Мы только можем одно славословить нашего Господа, ибо Он живет в славословии. Слава нашему Господу! Потому что Он достоин, Он достоин того, чтобы мы всегда и постоянно славили Бога, потому что Он отдал Себя на смерть. Он отдал Себя там, на Голгофе. Когда Его избили, привели Его на Голгофу, и там распяли. И по двух сторонах было разбойники, те, которые сделали преступление. Но Он, праведник, Он не сделал ничего. Но грехи наши привели Его туда, на ту Голгофу, привели ее туда, на тот крест, на котором Он пригвоздил наши грехи. Он распял свои руки, чтобы обнять весь мир. И сегодня Он с удовольствием смотрит на подвиг души своей. Он смотрит на каждого из нас, сидящего на этом месте. И Он знает нас, какие мы есть. И Он ждет от нас, ждет, братья и сестры, той хвалы, ждет того словословия, которого Он достоин. Ибо Он не пожалел, Он не пожалел, а до последней капли отдал кровь свою. До последней капли отдал жизнь свою ради того, чтобы мы жили и радовались вместе с Ним. Когда придет час там в небе, где наш Господь ожидает каждого. И мы в этот утренний час, мы поблагодарим нашего Господа, что мы есть Его народ, что мы есть те, которые избраны им, те, которые искуплены кровью святою, те, которые ожидают Царства Небесного. Слонимся перед Богом. Будем молиться. Слонимся перед Богом. 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 Слонимся перед Герой. СлонимсяWhat rule. Слонимся для Богом. Слонимся перед ним перед Богом. Слонимся и поднимемся перед Богом. Слонимся перед Богом. Lord, slip vine, На планете Земле животных, птиц не нашлось, которое заменило бы кровь, единственное имя которому Единородный Сын согласился, чтобы стать этим агнцем ради меня и ради тебя, мой брат и сестра. Слава нашему Господу! Слава нашему Иисусу! И Отцу Небесному, Который уплатил такую же великую цену. Слово, которое Бог положил мне на сердце сегодня читать, оно тоже будет о этой цене. Итак, первое место читаю Священного Писания, 1 Петра, из 1 главы, 17 и ниже стихи. И если вы называете Отцом Того, Который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от Отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Я не буду спрашивать, задавать вам вопрос сегодня, как много раз мы, поднимая глаза свои к небу в наших молитвах, за столом ли мы, творим нашу молитву, или в кругу нашей семьи, братья и сестры. Я не спрашиваю, сколько раз мы обращаемся к Отцу нашему Небесному, Отцу на небесах. Не вспоминается пример одного мальчика-сироты, который просто пришел к одному человеку-христианину и рассказал ему все, все те беды, которые постигают его каждый день, все те оскорбления, которые ему надо переносить. И он признался, что раньше он их переносил легко, но в настоящее время ему переносить с возрастом встает все труднее и труднее. И он просто попросил, дайте совет. Как мне быть? Я чувствую, что они меня задавят. Эти проблемы, это горе, эти унижения каждодневные. Боже, помогите, дайте мне совет. А это был не просто мудрый христианин, но весьма любивший Господа и был в тесном контакте с всемогущим и сильным Богом. Он не поспешил ему сразу дать ответ, но он попросил, давай помолимся, прежде чем я что-то посоветую тебе. И когда они начали готовиться к молитве, он просит, ты вначале помолишься, а потом я заключу молитву. Они стали пред Господом для молитвы, и этот малыш начал молиться Господу. Отче Небесный, я благодарю Тебя, я славлю Тебя. И он начал перечислять за все, что Господь посылает ему в его жизни. Этот же мудрый брат, он, тот закрыл глаза малышу, а он смотрит на его поведение, и видит, что как бы в молитве, которую он начал творить, его лицо немножко начало просвещаться. И это было хорошим началом, это было хорошим стартом для его дальнейшей беседы. Закончили они молиться, и он спрашивает, пожалуйста, повтори начало твоей молитвы. Кому ты обратился? Он говорит, я обратился к Отцу моему Небесному. Говорит, вот-вот. А ты, говорят, что ты сирота. Этот малыш, не осознавая, молился каждый день и не один раз к Отцу Небесному, но никогда не заострял своего внимания, никогда не делал акцента вот своего внимания именно на этой молитве. Отец мой, что на небесах? Или по-старославянски, сущий на небесах. Братья и сестры, он получил новую жизнь, этот малыш. Он по-особенному начал обращаться в своих молитвах осознанно, каждый день. И Господь начал свою работу в его жизни. Начал обильно благословлять его. Почему? Сознание того, апостол Пьет, сейчас заостряет мое и ваше внимание. В этот день воспоминания о смерти его единородного сына, как важно мне и вам знать, что не только возлюбленный сын его, по верному обещанию, находится на этом месте, но и он, Отец Небесный. Он знает меня. Он знает тебя, как я называю его. «Автоматик ли? Автоматически ли? Или же действительно осознанно, обращаясь к нему, вы называете Отцом того, который нелицеприятно, что делает? Судит. Кого? Каждого. Судит каждого. И почем? По мере веры? Как многие сегодня хвалятся, что я посажен на небесах, что я имею великие Божьи обетования, верую, что я это имею, когда я исповедую это устами своими. И только я делаю это, только заключаю его в кавычки. Братья мои, дорогие и сестры, апостолы утверждают сегодня под вдохновением Духа Святого, что это за мало. Если только я уповаю на обетование моего Господа Иисуса Христа, это прекрасно, я не отрицаю, это превосходно, это благословенно. Но, мои дорогие братья и сестры, пользуясь верою, пользуясь обетованиями Господа Иисуса Христа, оно должно вести меня, или как апостол Павел Петр говорит, здесь что? Каждого судит он по делам его. Мои дорогие друзья, почему? Почему иногда мы имеем полное дерзновение, тогда, когда наши служители подходят, преподносят нам это ломимое тело, эту чашу, и мы имеем это полное дерзновение. А иногда нам много надо слез, а иногда нам не только одного постав в пятницу надо, а возможно два или три, чтобы победить то, что на тебя так сильно навалилось, что тебя так сильно преследует и лишает тебя этого божественного мира. И все-таки это место говорит моему и вашему сердцу, что он судит и судит каждого, и судит по делам нашим. Мы благословены тогда в лице всемогущего и сильного Бога. Мы благословены и успешны тогда, когда у нас все на своем месте и вера, и дела. И мы гребем именно в правильном этом направлении, в направлении нового Иерусалима, направлении встречи с нашим Господом Иисусом, этим Агнцем, который был заклан за нас. Слава Ему! Мы уверены туда, поэтому да благословит нас Господь. А для этого, а для этого мы знаем, 18 стих говорит, что мы не тленным или серебром, или золотом искуплены от этой светлой жизни, преданной нам от отцов, но драгоценную кровью Христа Иисуса, как непорочного Агнца. Причем Он был приготовлен, недорогие друзья, тогда, когда Христос родился в Ифлиеме. Друзья, дорогие, от начала создания мира Отец Небесный смотрел за моим, за твоим правоцем, Адамом и Евой, что они, что они не исполнили всех хотений Его, что они все-таки от того дерева познания добра и зла все-таки вкусили, не послушались Его, Он уже тогда приготовил эту цену искупления своего единородного Сына. И только потому, что Он возлюбил меня, возлюбил тебя, мой брат и сестра, любовью вечную. Слава Ему, слава нашему Господу, именно это Он приготовил. Второе место. Возлюбленные, читаем, записанные в первом послании Коринфянам, 6 глава, 19 стих. Не знаете ли, что тела ваши, суть храм живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою, поэтому прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи. Братом Александром вначале было много замечено для меня и вас. Ничем больше не можем угодить Богу, никакой подарок, ничего не можем преподнести, кроме хвалы, жертвы хвалы, прославляя Его Святое Чудное Имя. Здесь же апостол Павел немножечко добавляет, что хорошо прославлять Бога, хорошо величать Его Святое Чудное Имя, помнить эту великую цену, которую Он уплатил за нас. Но и Он здесь говорит моему и вашему сердцу прославлять не только в телах, то есть в душах наших, дорогие друзья, но и в телах наших. То есть устами то легко сказать, хотя и не всегда, хотя и теряем, замечаем это. В начале нашего уверования у нас так не было. О, мы готовы были и днем, и ночью прославлять нашего Господа, а потом год за годом свыкаемся с этим, привыкаем и прославляем Его уже не так, как это было в нашей жизни. Моя жена рассказывает, что ей припала такая честь, вот быть, сидеть на палаточном служении с одним братом, которого начало было здесь у нас, который готовился к водному крещению буквально в прошлом году, а затем выехал в другой город и там принял водное крещение, но подготовку он вел здесь. Эрит, честь это слово, которое я сказал, его надо взять в кавычки, я просто, говорит, его не узнавал. В прошлом году ты принял святое водное крещение, просто, настолько он многих знает на том палаточном служении и всех, всех перечисляет, всех судит, особенно молодежь, потому что он молодой. Почему такое происходит? в наших жизнях возлюбленные цена, которую уплатил наш Спаситель, она у нас действительно вырастает в глазах наших, ну, простите, если я ошибусь, это бы было очень хорошо, может быть, только раз в месяц мы по-настоящему оцениваем, какую высокой ценой мы искуплены от этой суетной жизни. Друзья, дорогие, кому из вас приходилось видеть человека, ну, те, которые были помилованы как рабы, я не уверен, что мы знаем только историю здесь, этой страны, мы знаем многие исторические данные, потрясающие, что переживали те, которые были, слышали из уст своего рабовладельца, своего хозяина, ты свободен или ты свободна, вот тебе твои документы, что они переживали, вы знаете по рассказам, друзья мои дорогие, может быть, кто-то из вас когда-либо вот видел человека, кого спасли, кого откачали, он утопал или она утопала, друзья, дорогие, это невозможно, эти люди, они на любой, они вставали, которые были спасены, они вставали как частью этой семьи, кто-то один их спас, когда они утопали, она утопала, дорогие мои друзья, они вставали этой частью, все праздники, которые у их спасителей, вставали их частью, всегда они помнили день рождения своего спасителя, всегда они везли подарки, всегда они, то ли в огромном количестве людей, они старались подчеркнуть имя своего спасителя, они хотели сказать доброе в адрес своего спасителя, почему, братья и сестры, такое происходит с нами, живущими на этой земле, дорогие возлюбленные, сегодня Бог хочет, чтобы я, Бог хочет, чтобы мы по-особенному относились к нашему спасению и к нашему спасителю, и вот это второе место, мною прочитанное, оно говорит моему и вашему сердцу, чтобы не только прославляли мы его святое чудное имя, устами своими, по-особенному каждый месяц на воспоминании смерти Иисуса, но и, дорогие друзья, каждый день нашей жизни в телах наших. Почему? Потому, что не только Дух Он наш, не только наши имена, все Божественное, что есть во мне и в тебе, мой брат и сестра, но и тело Он искупил. И потому они не мои, не имею права я что-то сделать на моем теле, что-то наколоть или же залить мое тело, захотелось или не выдержал, я под натиском работников на работе, все пьют пиво и смеются, и смеются, возможно, не один год над тобою и ты уже хочешь сломаться. И Писание не говорит, не заставляет тебя конкретно нет, как Адаму и Еве в саду Едемском не было конкретно сказано я запрещаю. Нет, не запрещает твой Господь, но ты прекрасно знаешь, мой брат и сестра, что все, что исходит из нашего тела, из моих уст, или ходит в мои уста, дорогие друзья, возлюбленные, спиртное или все другое, чего сатана настолько сегодня придумал, очень-очень много. Дорогие друзья, оно, оказывается, влияет не только на мое тело, но и в теле моем есть дух живого Бога. Слава Ему! В твоем теле это есть. Вот почему мы должны бережно относиться и к телам нашим. Мы не свои. Мы не свои, хотя у нас есть свои планы, намерения, после служения, куда мы поедем, что мы будем делать, с кем мы сегодня встретимся. Бог знает все это. Он знает, мой брат и сестра, и то, что, какое место принадлежит ему в моих и твоих планах на сегодняшний день. И третье место, читаем, дорогие возлюбленные Господом, место это записано в послании к евреям. Девятая глава из 11 по 14 стихи. Христос, первосвященник будущих благ, пришедший с большей и совершеннейшую скинею, неруквотворенную, то есть есть, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел в Освятилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепель телици через окропления освящает оскверненных, дабы было чисто тело, то тем более кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. О, я бы хотел, чтобы еще раз мы сейчас совместно не будет грехом мой брат и сестра, если мы сейчас просто про себя вот не громко, но если в твоем сердце есть и это желание не осудить тебя Господь, самое ценное, чтобы этот стих, который сейчас остановился, мы прочитали вместе, то коль мы пожалуйста, держи его, тем более кровь, 14 стих, чем, о, в моей Библии написано, тем более, там выражено старославянское слово, давайте по-старославянски прочитаем, то коль мы пачек кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть мою, а ты скажи твою, от мертвых дел для служения Богу живому и истинному, слава нашему Господу, хвала нашему Иисусу, братья, сестры дорогие, дорогая церковь, представьте себе люди, которые утомленные, вели свои жертвы туда, к священникам, те заколали, те окропляли, те приносили все то, что нужно в этих жертв, они уходили от того места, хотя и усталые, но уходили с обновленной совестью, они уходили воскреленными, дорогие друзья, то тем более, тем более мы, от которых Господь так много не требует, друзья мои, дорогие, Он хочет единственного сегодня моего и вашего решения побольше прославлять Господа Иисуса и прославлять не только устами и сердцем, но и жизнью своею, телами нашими, хождением нашим, пусть видят окружающий нас, что мы были с Иисусом, что мы сегодня прославляли Его Святое Имя за эту великую жертву, за это великое искупление, за эту огромную цену, которую Он уплатил за мое спасение, за твое спасение. Друзья дорогие, и последнее место мы читаем, которое уже будет вести меня и вас именно на то, чтобы увидев, как это сделал Господь Иисус Христос и нам это делать, это место записанное всеми нам известное Евангелие от Матфея 26 глава читаем 26 стих. Спасибо, вы уже знаете, и мы перед этими словами в благовении. Пусть же поможет сейчас Дух Святой, чтобы мое и ваше сердце открылось ими просто не как привыкшие, не как уже знающие наизусть, как молитву Отче наш, мы его знаем, это место, которое я сейчас буду читать, а по-особенному Дух Святой поведет меня и вас на Голгофу через чтение нами этого стиха. 26 стих, 26 главы. И когда они ели, Иисус взял хлеб и благословив, преломил и раздавая ученикам сказал «Примите, едите сие тело мое». Да поможет нам Господь, да благословит нас Господь, как когда-то ученики устремляне свои глаза и все свое естество на своего Учителя, так и сейчас. Да устремятся все наши взоры на все, что будет здесь сейчас происходить. А в Духе нашем мы будем происходить. Ломаться будет тело, хлеб этот. Вы представляете, как ломалось оно в Гефсимании, как ломалось оно в Претории, его тело. И за кого? Продолжение следует...